Какие перемены ждут работников культуры и спорта в новом году? На этот вопрос ответил Владимир Ружицкий в рамках обсуждения губернаторского обращения к жителям Подмосковья. Очередная встреча с общественностью прошла в Красковском культурном центре. Сделать так, чтобы в каждом городе Подмосковья можно было заниматься спортом. Такую задачу перед властями региона поставил губернатор Андрей Воробьёв. Чтобы решить её в Московской области за последние семь лет, возвели 137 физкультурно-оздоровительных комплексов. У нас при поддержке правительства в городском округе построены фок, Наташевские пруды, бассейн на улице Побратимов, фитнес-клуб СССР, универсальная многофункциональная спортивная площадка поселок Октябрьский, это на стадионе Балятина, всесезонная футбольная площадка поселок Томилина, стадион Урожая. Стадион Торпеда тоже ждёт реконструкция. На его базе построят современный фок. Проект нового спортивного объекта уже согласован с Минспортом. Изменят до неузнаваемости ещё один стадион. Планируется, что уже в этом году Томилинский Зенит пригласит жителей округа прокатиться на двух ледовых аренах. Их строительство стало возможным благодаря средствам частника. Там есть безвозмездная основа для муниципальных нашей школы, дети будут заниматься местами. Работников культуры тоже ждут долгожданные обновки. Как никогда близко округ подошёл к старту реконструкции Люберецкого дворца культуры. Она должна начаться в следующем году. По предварительным подсчётам работы продолжатся до 2023 года. А вот мечтам о воссоздании летнего театра в Малаховском парке не суждено сбыться. Его строительство признано нерентабельным. Считается, что театр начинает работать и он как-то задействован, когда в городе проживает не менее 300 тысяч жителей. И этот город где-то, скажем, находится в отдалённом расстоянии то ли от областного театра, то ли от столицы. Поэтому нам воссоздать театр, чтобы он функционировал как театр, ну, будем честно, невозможно. Из-за существимых желаний работников культуры капитальный ремонт культурно-досугового центра «Союз». Правда, пока его благоустройство относится к долгосрочным планам. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.